Привет, московский городской! Меня зовут Юля Шалайко. Я тренер неформального образования МГПУ и Project Manager Сбера. В ближайший час в этой студии мы будем говорить на тему личного бренда. О том, что это такое, как упаковать себя, как продвигать себя. И вообще, как понять, нужна ли эта тема именно тебе. И со мной в этой студии прекрасные эксперты. Человек, который, называйте, независимый руководитель пиар и диджитал команд. Человек, который работал с крупнейшими музеями и галереями Москвы. И, конечно, пиарщик известного бара, ровесник, который стал лучшим баром 2019 года, Кристина Соловьева. Да, и креативный контент-продюсер. Человек, который работал с такими брендами, как Росбанк, Хюндай, Касперский, экс-руководитель маркетинга, школа новой экономики МАКС. И человек, который говорит о том, что он отдает сердечко людям, с которыми работает Александра Максютова. Привет! Ну что, друзья, мы начнем. Давайте немного познакомимся. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь конкретно сейчас. И как ваша жизнь связана с темой личного бренда. Давайте я начну. Давайте, Саша. Я сейчас занимаюсь тем, что я глобально занимаюсь контент-маркетингом, производством контента внутри контент-маркетинга и консалтингом внутри контент-маркетинга. Когда дело заходит про контент-маркетинг и его производство, это означает, что я придумываю идею, собирая креативную команду, и команда под бренд, корпоративный или личный, делает контент. Видео, графический дизайн, текстовый контент и так далее. И я еще консультирую большие и маленькие бренды на тему маркетинга, контент-маркетинга. Вот. Слушай, суперинтересно. Я думаю, что мы все скоро придем к тебе на консультацию. Кристин. Привет, привет. Я немножко поправлю. Я все-таки уже бывший пиар-директор «Ровеснику». Уже с октября сняла с себя эти обязанности. И сейчас ребята уже полноценно работают в другом формате. Всем еще раз привет. Меня зовут Кристина. Сейчас я действительно называю себя независимым пиар-консультантом, пиар-специалистом, делаю диджитал для разных проектов, помогаю малому бизнесу, тоже даю с удовольствием консультации, читаю лекции. И вот в этом году стала спикером Skillbox, Нитологии и прекрасного проекта Soda Bureau. Может быть, вы вчера видели, как раз Петя Иванов здесь был. Мы как раз вот вместе спикерили 8 аж выпусков вместе с «Банком.» и с «Содой». Трансляция была в Zoom, я видела, в YouTube транслировалась, и вы разбирали еще планерки. Да, эти трансляции, они в YouTube, это все бесплатно, можно посмотреть. Там очень классная идея, вот девчонки из Soda Bureau ее предложили нам. Состоявность того, что приходит человек из любой культурной сферы, это музей, не знаю, галерея, театр, все что угодно это может быть, они приходят с какой-то проблемой, например, мы не знаем, как привезти зумеров к нам на культурный проект. И мы втроем, я, Петя и Соня, это руководители диджитал-музея «Гараж», решали эту проблему, предлагали конкретные инструменты. Поэтому это все зашло, и мне кажется, просто обязательно нужно всем посмотреть, кто интересуется маркетингом, пиаром и диджиталом сел. Все, друзья, ссылка будет в описании, все смотрим. Ну, давайте разберемся вообще, что такое личный бренд, лично для вас. Мне кажется, постоянно кричат на эту тему. Это блог в Инстаграме, это какая-то узнаваемость в экспертных кругах. Вообще, что это, как вы понимаете, и кому он необходим? Ну, мне кажется, у нас у всех изначально есть личный бренд. У нас у всех есть нейминг, у вас есть имя, у вас есть год основания, фактически, когда вы родились. У вас есть какие-то ценности, миссии, которые вы транслируете так или иначе, и принципы, которые могут со временем немного меняться. Поэтому личный бренд, он не только, мне кажется, выходит из сферы коммуникации, существует диджитал, он существует с вами и так. Вот, поэтому я считаю, что он просто существует у каждого из нас по дефолту. У меня, наверное, такой есть маркер, что такое личный бренд, и я его все время своим ученикам как-то пытаюсь в голову всунуть. Это, наверное, экспертность, то, что вы вообще говорите, что вы несете в массы. Вы действительно специалист своего дела, а не инфо-цыгане и другие прекрасные люди. И второй момент – это охват. Что я подразумеваю под этим? Это значит, что вас советуют люди, которые не работали с вами. Объясню, например, мы с тобой поработали вместе, я тебе оказала там услугу СММ. Ты супер довольна, к тебе приходит подруга и говорит, Юль, мне нужен специалист СММ. Ты говоришь, о, Кристина супер. И она мне пишет уже изначально, что мне вас посоветовали, я хотела бы с вами поработать. Вот если вам пишут такие люди, значит, у вас уже работает личный бренд. То есть есть такая формула личного бренда – это репутация и охват. Да, да, можно так назвать. Ну, экспертность, конечно же, то, что ты делаешь какой-то нормальный контент, говоришь нормальные мысли и разбираешься в своей теме. Окей, давайте сейчас прыгнем про нормальный контент. Что ты развиваешь под нормальным контентом? И сейчас мы затронули тему Infants & Gun. Мне кажется, сейчас огромное количество разного рода экспертного контента и псевдоэкспертного. Вот как в этом огромном потоке определить действительно эксперта, а не смотреть там гайды, сделанные тяп-ляп, за 800 рублей? Вот как находить именно экспертизу в людях? Это, кстати, хороший вопрос. Я прямо с момента локдауна начала задавать себе этот вопрос чуть ли не каждый день, потому что коронавирус, он все-таки породил огромное число вот этих вот инфо-цыганей и экспертов в Инстаграме, назовем их так. И вот мы с этим живем до сих пор, и я думаю, что это будет только больше развиваться. Мы от этого никуда не уйдем. Саша, ты что думаешь? Мне кажется, что на каждого инфо-цыгана найдется своя целевая аудитория. Да, да, точно. В целом, если у вас есть какой-то навык исследования сравнительного анализа, конкурентного анализа в какой-то среде, вы, мне кажется, легко определите, есть у человека экспертность или ее нет. Это зависит от того, как поставлена речь у эксперта, если мы ведем разговор о видео или о подкасте, или о личном контенте, о сторис каких-нибудь. Это понятно по тому, какую лексику он использует, по тому, в каких проектах он участвовал или с какими брендами работал. Поэтому мне кажется, что довольно легко шарлатана отличить от реального эксперта. Просто нужно немножечко аналитическое мышление включать. Мне кажется, все девочки обладают аналитическим мышлением, когда нужно проверить, с кем был твой парень и так далее. Вот, слушайте, ну вот ты сказала о том, что в любом случае будет потребитель на этот контент. Почему, если люди видят, что это не экспертный контент? Почему они его выбирают? Ну, зачастую, мне кажется, экспертный контент стоит дороже. И те, кто хотят сэкономить деньги, купить, не знаю, гайд про все за 200 рублей, они этот контент получают. Соответственно, для них рациональное преимущество заключается в стоимости. Они выбирают это, потому что стоимость ниже. У кого-то просто, не хочу никого оскорбить, но у кого-то просто… Прожарка начинается, экспертов, так. У кого-то просто вкус отсутствует, например. Или у кого-то триггерят слова, там, не знаю, какие… Вкусный контент. Вкусный контент. Продажный текст. Это вообще моя любимая проблема. Существует продажный текст? Нет, продажный текста. Это вообще самое мое любимое. Почему? Не существует продажного текста? Ну, как текст может продать? Продает совокупность факторов, условно. Конечно, да. То есть сам текст, ты его прочитал, ты не пошел покупать что-то. То есть продукт, мысль какая-то именно? Ну, там, мысль, манипуляция, все что угодно это может быть. Допустим, мы заходим к какому-то классическому инфо-цыгану. Мы что у него видим? Я просто прям много изучала такие профили, тоже не хочу никого обидеть. Какая-то травма, Кристина, много изучала их профили. Это 100% травма, 100%. Значит, что я там вижу? Во-первых, хайлайт с полезными советами, как оформить там сториз. Если мы берем вот Инстаграм, допустим, да, СММ. Потом огромное количество отзывов, то, что после курса ты заработал первый миллион. За три дня обычно. Конечно. И обычно имени нету этих отзывов. Сейчас вы разрушите мои надежды о первых миллионах. Вот, то есть, ну, как бы понятно же всем, что ты не заработаешь на ведении Инстаграма за три дня миллион. Возможно, это какое-то исключение из правил, если это какой-то громкий проект, но они же тоже адекватные, они не дадут тебе миллион за три дня. Вот, и вот эти вот совокупные факторы, то есть вроде ты читаешь отзыв, все довольны, все здорово, и ты думаешь, вау, но тоже, ну, как бы и курс стоит 499 рублей, я ничего не теряю. Я могу попробовать, да? Вот на то, и как бы все нанизывается, понимаете? Ну, это же игра недолгосрочная. Человек понимает, что он получил некачественный продукт, и больше не придет, и вряд ли посоветует. То есть почему все равно они живут? Они живут на поток. Они живут обычно на количество. То есть ты сделал какой-то курс или марафон, марафон тоже любимая история. Марафон гайды. Да, да. На три тысячи человек. Он прошел, у тебя новая партия людей, новый марафон. На три тысячи человек. Это просто такой способ заработка. Прошло 20 минут эфира, похейтили всех псевдоэкспертов. Давайте поговорим о том, как же построить хороший личный бренд. Вот у меня есть, допустим, какая-то экспертиза, да, и я хочу, чтобы у меня были охваты, чтобы у меня была узнаваемость, хорошая репутация. Что мне нужно делать? Мне начинать вести Инстаграм, Телеграм, вешать объявления, рассказывать всем друзьям. Что делать? Как выстраивать личный бренд? Можно я тут начну? Я всем студентам советую сделать одно. Вот недаром нас с первого курса, там со второго учили писать курсовые. Там мы прописывали цели, задачи и так далее. Вот сядьте и пропишите миссию. Зачем вы это делаете? Что вы делаете? Пропишите дедлайны, пропишите цели, задачи и так далее. Вот без этого не получается. Потому что очень много людей говорят, я делаю там, не знаю, украшения с бисера, я начал продвигать себя. Но зачем ты делаешь? Как ты это будешь делать? Сколько ты будешь в это вкладывать сил, денег и так далее? Они не задумываются. То есть на самом деле тебе нужна даже для себя мини-стратегия, чтобы это как-то работало. Вот так вот просто я кинул 300 рублей на промо в Инстаграм и жду. Это не будет работать. Да, это ключевой вопрос. Нужно всегда на первом этапе понимать зачем. Ко мне часто приходят клиенты, которые понимают, что маркетинг, продвижение или личный бренд им просто нужен. Просто потому что. Но зачем они не понимают. Обычно личные бренды закрывают коммуникационные задачи, которые в свою очередь закрывают маркетинговые задачи, а маркетинговые задачи закрывают бизнес-задачи. Поэтому когда бренд понимает, какие перед ним стоят бизнес-задачи, например, если есть желание через свою экспертность заработать больше денег. Возьмем такой пример. Например, он хочет увеличить свой доход на 25%. Это бизнес-задача. Когда мы решаем такую бизнес-задачу, мы уже вокруг нее выстраиваем все остальное. И вопрос зачем, он здесь ключевой. А дальше уже дело переходит к стратегии. То есть даже если это какая-то мини-стратегия, нужно понимать… Здесь тоже есть несколько разных способов. Я, например, это уже не очень модно, но очень помогает людям, которые не очень понимают, как работает маркетинг и бренд. Есть такая типология личностей по юнгу. И в свое время бренд-менеджеры переложили эту типологию личностей на бренды. Круги, да, какие-то есть? Да, да, да. В картинках большие. Да, это называется архетип бренда. Архетип бренда, это, как и любая типология, очень условная типология. Это не означает, что нужно следовать ей на 100%. Но когда ты проходишь какое-то тестирование и понимаешь, какие у тебя ключевые архетипы, ты понимаешь, где твоя миссия может пересекаться с миссией твоей целевой аудитории. Или какой контент для тебя будет приемлемым или нет. Например, если у тебя один из архетипов шут, значит тебе окей шутить в своем контенте, какую-то иронию добавлять, постиронию. Если этого нет, то такой контент шуточный у серьезного человека обычно выглядит очень натужно. Поэтому я вот перехожу, ну, перехожу обычно через это. Прошу пройти тест на архетип бренда и потом уже в зависимости от этого выстраивать тон-офф войс, то есть так называемую манеру подачи контента и коммуникации. И потом уже остальные шаги раскладываем на контент-план. То есть я правильно понимаю, что еще создание контента зависит от того, кто я. То есть самоопределение. Конечно, конечно, сто процентов. Ну вот хорошо, допустим, я делаю браслеты из Бусинок Александровича, красивые браслеты. Вот такие, да, я хочу их делать. Я понимаю, зачем, допустим, мне нравится, чтобы люди выглядели прикольно. Ну вот допустим, что мне нужно делать? Вот как начинать раскручивать себя? Какие-то конкретные шаги есть в этом вопросе? Ну вот зачем, чтобы нравиться, чтобы люди были прикольные, это не совсем ответ. Да, какой зачем? Это плохой зачем, да? Немножко то, что так можно привожить ко всему. Я хочу, чтобы все там были прикольными, да? То есть твоя основная цель — это продажа браслетов через Инстаграм, правильно? Ну да, да. То есть ты их хочешь продавать через Инстаграм. Ну условно, условно, я не собираюсь продавать через Инстаграм, но да, допустим. Мы уже все поняли, мы уже все поняли. Тебя подослали, тебя будет собрались сейчас. Так, в моем понимании ты, например, говоришь, я хочу не просто делать браслеты, не просто делать людей прикольными. Например, я хочу, чтобы мои браслеты были самыми популярными в России, чтобы их было больше. Никакая замашка — самые популярные браслеты России, так? Да, или чтобы они были со смыслом, или вот как у меня запоминало, булочками. И ты делаешь что-то уникальное, ну хочешь сделать что-то уникальное, и проводишь такое исследование, конкурентный анализ. И смотришь, а что там делают другие, чем я могу от них отличаться, в чем могут быть мои рациональные и эмоциональные преимущества. Рациональные — это про то, когда мы говорим про любые выгоды для твоей целевой аудитории. Ты дешевле всех на рынке, у тебя самая быстрая доставка, у тебя офисы расположены в каждом городе России. Это ты упрощаешь жизнь клиенту с точки зрения его прагматичных интересов. Есть эмоциональные преимущества. У тебя, например, классная упаковка, которая очень прикольно шуршит. У тебя там, не знаю, эко какой-нибудь, упаковка, да? Ну, эко тоже тренд, мне кажется, хайп какой-то получился. Ну, для кого-то это действительно важно, выбирать такой продукт. Это эмоциональное преимущество, оно тебе прагматически, ничего, жизнь проще не делает. Но эмоционально ты вот это преимущество получаешь. Когда ты отстраиваешься от рынка, понимаешь, что, например, у всех бусинки кругленькие, у всех остальных. Ты не можешь сказать, а у меня тоже кругленькие бусинки. Вот, ты должна придумать свои преимущества, рациональные и эмоциональные. И выделиться с ними на рынке через уникальное предложение. Соответственно, дальнейший твой план. Ты просто уже расписываешь, кто твоя целевая аудитория, кому ты будешь продавать, предлагать свой товар. Вот, соответственно, смотришь на боли этих людей, что им не хватает. Что значит боли? Ну, часто говорят о том, что вот нужно смотреть на боли, я не врач. Я могу рассказать про, на типе ровесника, да, почему, чтобы всем было понятно, я думаю, что многие знают. Боль студента в Москве, то, что в тот момент, в 2018-19 году не было места, не было бара, можно ли такое говорить вообще здесь, в котором ты можешь прийти, там будет приятно, красиво, там будут интересные, хорошо выглядящие люди, то есть при этом там будет демократичная продукция, то есть ты можешь выпить коктейль, там, допустим, за 300 рублей, выпить там что-то еще, еще дешевле. Таких баров нет. То есть у нас не было такой ниши в Москве до вот этого вот бара, да, бара ровесника. Были либо очень лакшери места, которые студент не мог позволить себе пойти, либо были очень такие прям маргинальные места, которые ты не всегда придешь, допустим, там, на свидание с девушкой, да, но тебе не хватает денег привезти ее в лакшери места. Вот, ровесник как раз совместил то, что тебе там классно, весело, симпатично, ты можешь там сфоткаться в Инстаграме, при этом ты не потратишь там очень много денег. Это его огромное преимущество, он стал уникальным из-за этого. Ну, то есть благодаря этому образовалась комьюнити, уже была тусовка, и уже… Да, ну, то есть решили огромную боль людей, куда им пойти, допустим, в пятницу вечером, и там прогулять не 10 тысяч рублей, а тысячу рублей или полторы тысячи людей. Для студентов это супер просто тема, потому что у них, опять же, не очень много денег. Потом уже ровесник решает остальные боли. Например, была задача сделать так, чтобы люди приходили каждый день в ровесник. Как можно заставить человека каждый день проходить в бар? Это достаточно сложно. Либо у него должны быть проблемы с алкоголем, допустим, да, либо, ну, еще что-то. Но тут дело абсолютно не в том, что он покупает алкоголь, а в том, что он приходит на разные мероприятия. Допустим, в понедельник открытие выставки, он пришел туда, во вторник там, не знаю, делают маникюр там мальчикам, в среду паблик-ток с классным преподавателем, в четверг караоке, в пятницу вечеринка, в субботу своп, в воскресенье концерт ровесник лайк. У нас были люди, и до сих пор они есть, которые ходили в ровесник 5 или 6 раз в неделю. То есть это вот… Невероятно, чаще, чем домой практически. Ну, в целом, да. Я правильно понимаю, что личный бренд нужен не всем? Абсолютно не всем. Ну, мне так кажется, не знаю, может быть, тут… Саша такая вначале, личный бренд есть у всех, мы через полчаса, личный бренд нужен не каждому. Нет, я считаю, что он нужен всем, просто в моем понимании, здесь мы, наверное, немножко различаемся. Это отлично, я обожаю такие вещи. Мне кажется, что не всегда у тебя должны быть огромные охваты, и не всегда они тебе необходимы. Например, ты преподаватель, не знаю, репетитор почему-то, и у тебя есть какая-то целевая аудитория. Она может быть небольшой, у тебя может быть 300 подписчиков в Инстаграме, но эта аудитория у тебя есть, она видит, что ты размещаешь какой-то контент, что ты более активен в социальных сетях, что ты говоришь не только про свое преподавание, про какие-то свои личные истории, что тоже вызывает больше лояльности у потенциального потребителя. Соответственно, человек может такое превью сделать еще перед тем, как он тебя встретил. То же самое, например, с подачей на любую работу. Сейчас в резюме практически везде просят или в заявке на вакансию просят указать в соцсети, потому что тебя оценивают по соцсетям еще задолго до того, как прочитали твое справедливое письмо, посмотрели резюме, портфолио и так далее. Поэтому, ну и кроме этого, у нас у всех, мы все умрем, мы все умрем. Спасибо, Саша, суббота. Закончим на этом, до свидания. Все, Слава, закрывай, как говорится, час дня. Да, и у нас у всех останется цифровой след, который останется уже после нас. И очень важно, что мы именно указываем у себя в социальных сетях. На этот момент, на секунду, экран затух. Так, ладно, ага. Вот, поэтому очень важно, какой репутационный след мы оставим. Это тоже часть личного бренда. Писали ли мы какие-то призывы ненавистнические всю свою жизнь или умилялись там котиком-цветочком. Это останется после нас, но об этом надо помнить очень. Такая философская мысль. Но вот тут как раз два пути. То есть, либо ты делаешь Инстаграм, ты используешь Инстаграм как свой дневник. Я вот одно время использовала именно так. То, что ты записываешь, не знаю, как ты съездил с друзьями в поездку, сходил там в музей и еще так далее. И у тебя это просто памятный какой-то профиль, который ты можешь показать, не знаю, своим детям потом, и это будет очень здорово, да, потому что у нас не было такой возможности узнать там полностью о жизни родителей, допустим, только по рассказам. И второй момент, это уже вот то, что мне кажется, личный бренд, который ты промонтируешь, если ты, не знаю, чувствуешь в себе вот эту экспертизу, охват, там, не знаю, ты делаешь свое дело, запускаешь свой бизнес и так далее. То есть, допустим, когда я работала в музее, я была частью большой команды, мне личный бренд не нужен был на тот момент, потому что я себя комфортно чувствовала вот в этой команде маленьким винтиком, да. Но когда, допустим, ты уже начинаешь делать что-то свое, тебе приходится играть по этим правилам и рассказывать о себе уже чуть больше, чтобы привлекать новых клиентов, допустим, если у тебя есть такая цель, или чтобы там еще какие-то другие, запускать какие-то продукты, да, допустим, тоже. Ну, мы сейчас проговорили о том, что Инстаграм — это такая своеобразная визитка 21 века, и вот тут, ну, лично моя боль. В рамках неучебной деятельности студенты делают много прикольных вещей. Правда, мы пишем образовательные программы, мы умеем организовывать мероприятия на том или ином уровне. И по своему опыту я знаю, что это те навыки, которые помогают потом уже в работе профессионально. Но при этом часто работодатели на это смотрят как на немного детский такой опыт, и здесь возникает вопрос, как упаковывать себя, как вот этот опыт, возможно, такой студенческий, возможно, кому-то покажется смешным, но важным для студента, да, переложить в Инстаграм, и, возможно, чтобы это было где-то на, ну, что-то между дневником и какой-то экспертизой. Вот какие есть варианты у студентов? Мне кажется, здесь очень сильно зависит от работодателя и бренда работодателя тоже. И я бы такой опыт перекладывала, наверное, не в формате Инстаграм, если я хочу устроиться на работу, а в формате лендинга с описанием своего опыта как кейсов. Вот, я провел то-то, то-то. Может быть, вам покажется, что это несерьезно, но я провел то-то, то-то, получил такой-то такой-то опыт, умею вот это вот делать. Либо в формате лендинга, то есть сайта, либо в формате какого-то портфолио в презентации. То есть это уже обращение к HR. Но когда HR заходит на твою страницу, мне кажется, на твою Инстаграм-страницу или, я не знаю, Твиттер, Телеграм-канал, что угодно, он, наверное, больше тебя оценивает не как профессионала, в моем понимании, а как адекватного человека. А как адекватного человека. Серьезно? Конечно. Да, точно так же, как мы в жизни оффлайн встречаемся. У нас есть маячки, которые нам сигнализируют, так, этот человек одет так-то, значит, он принадлежит к такому-то, не знаю, там, демографическому срезу, к такому-то социальному статусу и так далее. То же самое делает Инстаграм. Почему люди часто там покатывают свою жизнь? Ну, уже, кстати, меньше. Более счастливые. Вот я как работодатель, я часто ищу людей себе в команду, и я обязательно смотрю их Инстаграм, потому что… Я тоже. Вот, потому что я смотрю, насколько пересекаются наши ценности. Допустим, я вижу, что человек любит ходить в джинсах, в футболке, ходит на музеи, на концерты, там, еще что-то узнают, пишет какие-то тексты. Для меня, например, это близко, да, я уже потенциально думаю, о, классно, возможно, мы можем сработаться, да, в дальнейшем. Если человек ведет совсем другой образ жизни, я не говорю, что он плохой профессионал. Нет, ни в коем случае, он может быть замечательным профессионалом. Но, возможно, мы с ним просто не замечимся, из-за, ну, ценности у нас будут другие. Это тиндер такой. Да, да, на самом деле, это рабочий тиндер, на самом деле. Какой-то спрос в виде тиндер, на самом деле, правда. Вот такой вопрос, да, мы немного поднимали о том, что в Инстаграме все немного приукрашено, есть успешный успех, счастливая жизнь. Успешный успех. Yes, да. Такой вопрос, где найти грань? Невозможно постоянно там ныть, ну, то есть, да, или показывать, прям, не знаю, жир свой, ну, допустим, да, какие-то, ну, условно говоря, да? Где найти грань между честностью и между тем, чтобы не показывать все вот нижнее белье какое-то жизни? Ну, здесь, во-первых, очень сильно зависит от площадки. И тренд уже уходящий на вот этот успешный успех. То есть он уже немножко ушел. Это правда. Остаются люди, которые продолжают с этим развлекаться, но большинство все-таки пытаются в так называемую новую искренность, новую эйтику и все прочее. Вот. Что касается разных площадок, для Нейтия есть Твиттер. Пожалуйста, туда. Это в цитатах типа. Для Нейтия есть Твиттер. Закрывайте свой аккаунт, пишите, плачьтесь там. Да. Многие там существуют под вымышленными именами, не всегда можно, потому что там даже как бы деанонимизация не происходит. Саша, у тебя есть свой Твиттер? Да. Он скрытый? Нет. Ладно, шучу так. У меня есть, кстати, скрытый. Да? Я там про ною или там что-то такое вот делаю. Ну, а почему бы нет? Вот. Потом для того, чтобы показать свою творческую составляющую, пожалуйста, ТикТок. Вот. Очень классно. Можно показать, как ты хорошо умеешь монтировать, подбирать музыку, что ты врожденный режиссер. Для того, чтобы писать какие-то, может быть, тоже иногда анонимные заметки, ну или какие-то лонгпосты, пожалуйста, для этого есть Телеграм. То есть для любого рода самовыражения есть площадка. Инстаграм для нас, ну, в общем понимании, мне кажется, в общем понимании аудитории, это такая универсальная визитная карточка. Это то, что люди, там интерфейс позволяет все понять сразу. Тебе трех секунд достаточно для того, чтобы первое впечатление составить о человеке. Тебе сразу много постов видно на превью. Вот, поэтому я бы там не перегибала, если хочется чем-то серьезным заниматься. Но я считаю, что никаких правил нет. Если ты читаешь, что сексуализированный контент для тебя это окей, и ты с этим смирился, сжился, тебе с этим хорошо, пожалуйста. Если ты читаешь, что занудные посты в Инстаграме это твое, и у тебя есть целевая аудитория, которая тебя поддержит, еще больше занудных постов, пожалуйста, почему нет. То есть так мы находим людей, близких по духу, по ценностям, да, и транслируем себя миру. Кристин? Я совсем согласна. Супер. Я только, наверное, еще добавлю, что мне нравится TikTok тем, что там, наверное, даже не больше не про монтаж видео, а про дурость, и там можно вообще делать какую-то лютую дичь, и это заходит. Я обожаю смотреть людей, которые живут в деревне, танцуют там. Это просто лучший контент. Я, кстати, я тебя перебью. Я очень много. Паталлионники, да, прям все. Я очень много залипаю в TikTok. Я тоже. Заметно, мне кажется. Да. Чинь, да. И там очень хороший образовательный контент. То есть там в пределах 30 секунд. Я слушала подкаст, классная тему. Ребята говорили, что там за 5 минут в Инстаграме плотность контента такая, что я узнала, что моя одноклассница съездила на дачу. В TikTok за 5 минут ты узнаешь очень много контента. И у меня много образовательных разных там аккаунтов суперинтересных. Про старитейлинг, про маркетинг, про какие-то еще штуки, про которые я никогда в жизни не думала. То есть я бы не сказала, что там только дурость. Там много очень полезных таких штук есть. Я говорю о том, что если вы хотите показать эту дурость в Инстаграме, например, это выглядит too much, то TikTok идеально. Да, сразу оригинально выглядишь немножко в Инстаграме, когда начинаешь показывать. Я пыталась трансферсить. Я, кстати, поняла, что вот я когда была студентом, я, ну, наверное, да, уже в магистратуре училась, развивалась уже активно Инстаграм, и я постоянно снимала какую-то там дичь, я там, не знаю, веселюсь, все вот это дело. Сейчас мне уже как-то стыдно это выкладывать. Я сейчас уже больше задумываюсь над тем, что так, блин, я выложила ужасную фотографию, я выложила ужасное видео, господи, может быть, это сторис удалить. То есть как будто Инстаграм нас начинает уже, нам выстраивать границы, и все хуже. А в TikTok, пожалуйста, как хочешь, где хочешь, на каком хочешь фоне, под какую хочешь песню, и никто тебе не скажет, о боже, что за дурость, там все такие. Давай честно, просто на тебя в TikTok не подписаны клиенты, а в Инстаграме подписаны. А я, кстати, не веду TikTok, но я просто могла это делать лет 15 назад, это очень успешно, сейчас уже все. Кристина, должен быть тут розыгрыш для наших студентов, выезжаем в деревню с Кристиной Соловьевой и начинаем вести TikTok дом, давайте. TikTok house, да. Слушайте, ну мы немного проговорили про образование, про обучение, потому что TikTok тоже становится такой платформой для обучения в том числе, еще такое кликбейтное мышление, когда ты быстро воспринимаешь информацию и можешь что-то узнать. У меня такой вопрос, мы в целом на конференции говорим про образование, про обучение, насколько вам ваше образование помогло в карьере, насколько вы его сейчас применяете? Я училась на филфаке, когда он еще даже назывался факультет филологии, чтобы вы понимали, насколько это было давно. Здесь, конечно же, в Московском городском, 7 лет, ребята, 7 лет, бакалариат, магистратура, аспирантура, вообще обожаю свой универ, и когда слышу, что кто-то говорит, что ему там не нравится свой универ, я вообще не понимаю этих людей, потому что МГПУ прям в сердечке у меня до сих пор остался, и сегодня очень радостно было сюда приезжать, но тут уже все новое, красивое такое, в общем, я теперь вам завидую. Но я хотела даже не про учебу на факультете рассказать, а больше про внеучебную деятельность, вот мне она явно прям очень сильно помогла, и вот один момент, я сегодня, когда собиралась к вам, как раз его вспомнила и подумала, что почему-то очень важно об этом рассказать. Когда я училась, не помню уже на каком курсе, на втором или третьем, я попала случайно в команду КВН. Я никогда не была комиком. Понимаю тебя. Я там… Какой-то мэч у сети на одном диване. Это вообще, мне кажется, знают три коллеги, что я была в команде КВН. Значит, я там участвовала, наверное, два или три концерта, как вот человек, который прямо на сцене, да, и все это время, все эти два или три концерта, я думала, блин, как классно быть человеком за сценой. Я хочу узнать, как КВН делается. Я хочу делать КВН таким, чтобы он был не стыдным, потому что реально, ребят, мероприятие в МГПУ 10 лет назад, это был прям уровень очень, очень тиктока, поверьте. Вот. Сейчас все изменилось. Да, да, в общем, я подумала, что очень здорово узнать, как это все изнутри работает. И я сказала, ребята, извините, я больше не буду с вами выступать. Ну, по-моему, они только обрадовались, честно говоря. Вот. И, значит, пошла к, господи, как это, председателю студсовета тогда нашему местному Дмитрию Копачевку. Привет. И сказала, Дима, что мне нужно делать, чтобы начать делать КВН в МГПУ? Он мне сказал, ну, я знаю одного мальчика, он, по-моему, тоже хочет. Вот. Мы познакомились тогда с Сережей Лобзовым, может быть, многие его знают, он работал в МГПУ так. И я начала заниматься организаторской деятельностью и делать КВН, потом ШСА и другие-другие мероприятия, которые мне было на тот момент интересно. И, значит, первый момент в этой истории, резюмирую, то, что если вы уже что-то делаете, но вам это не нравится, то вы всегда можете прекратить это делать и начать делать что-то, что вам нравится. Психологические советы. Психологический тренинг, да, записывайтесь на марафон. Это лабродажа, да? Да, второй момент, что ты никогда не должен останавливаться на каком-то проекте. То есть у меня так всю жизнь, я что-то делаю, класс, дальше. Я что-то делаю, вау, класс, дальше. Вот, когда я там уходила из ровесника, мне много людей говорили, ты что, сумасшедшая, ты больная, это про место, которое знают все и так далее. Я говорю, ну, суперклассно, я рада, очень люблю ребят, очень люблю ровесник, но надо как бы дальше двигаться. Вот. И как раз моя учеба в МГПУ, она, наверное, мне позволила вырасти вот в максимальном каком-то уровне, что ты можешь из ничего сделать что-то, что полюбят многие люди. Вот как, например, ШСА было или как с КВНом в тот момент было, да, что никто не ходил на эти мероприятия. Там в зале сидело три человека, да, может быть, они просто случайно зашли, да. Но цель была как раз в том, чтобы максимально много людей радовалось тому, что мы что-то делаем. Вот в этом МГПУ прям вот лучший учитель жизни, правда. Прям захотелось поступить сюда снова. Вот, вот, мне тоже. Жалко, что я уже вот, уже не могу не учиться вообще, все уже отучилось, хватит. Надо двигаться дальше. Саш, давай, твоя очередь. Я училась на политологии в Петербургской вышке и занималась политикой параллельно, то есть прям сразу. И мне всегда было очень интересно, как выстраиваются политтехнологии. В университете у нас даже был отдельный политический маркетинг. Мне это было интереснее, чем публичная политика. Вот эта жажда знаний в области политического маркетинга и того, как выстраивать компанию, привели меня в такой, что называется, 360 маркетинг. И кроме этого, мне очень помог опыт исследовательский, все эти свод-анализы, сравнительные анализы, вот это все. Все то же самое. Мне кажется, в этом смысле социальные науки, гуманитарные науки, они все примерно по одним лекалам делаются. Благодаря этому опыту, этим знаниям я научилась делать адекватные выводы даже из какой-то шапочной аналитики. То есть сейчас, открывая какой-нибудь инстаграм-аккаунт или какой-то сайт, я могу так сверху вниз пройти за две минуты и сказать, где что исправить, где что работать, что не работать, где хорошо или плохо расставлены кнопки, чем отличаются от конкурентов или нет. То есть вот ресерч — это очень важная часть вообще высшего образования, которая очень пригождается в жизни, в любой, мне кажется, работе потом. Я, кстати, согласна с этим абсолютно. Я говорю о том, что анализы, отчеты, вот эти все, которые они любят, так же, как и цели и задачи в этих курсовых и ВКР, они самое главное. И вот недаром нас учат этому со самых ранних курсов. Это действительно самое важное. Давайте, может быть, топ-3 навыка, которые стоит развивать студентам прямо сейчас, и они точно будут актуальны, и сами студенты будут конкурентоспособны. На ваш взгляд. Давайте. Нетворкинг. Мне кажется, нам всем его очень не хватает. У нас не очень развита культура вот этого маленького разговора, small talk'а на светской вечеринке. И бывает, я лично прихожу на какую-нибудь такой бизнес-конференцию и не очень понимаю, о чем говорить. Вот этих навыков мне вообще не хватало всегда. Протом, что я достаточно экстраверсивная такая. Но когда я прихожу в незнакомую компанию, мне очень тяжело. Защита своих идей, то есть питчинг, какое-то представление своих идей, своих целей и планов, задач, тоже очень важный навык, который я посоветовала развивать. Нетворкинг, питчинг. И третье. Всем советую психологию, психотерапевт. Каждому по психологу. Каждому по психологу, да. Ну, я полностью согласна про нетворкинг, сто процентов. И, кстати, все мои самые важные, наверное, интересные знакомства произошли либо, потому что мне человек написал в Инстаграм и просто сказал, привет, Кристина, я хочу дружить. Это было так классно, да, и мы там какие-то проекты делали вместе с этими людьми. Или я так описала им. Сто процентов нетворкинг. Потом честность. Ну, это, наверное, не скиллы, это просто важный момент, который уже забыт, к сожалению, в 2021 году. Быть честным максимально со своим работодателем. То есть у меня часто бывает такое, что я работаю, допустим, с каким-то человеком, он пытается что-то утаить, я его вывожу на разговор и выясняется, что ему не очень хочется заниматься, например, вот этой задачей, но он хочет заниматься другой задачей. И он вот в этой задаче, которой он хочет заниматься, будет гораздо эффективнее для нашей совместной работы. И нужно обязательно говорить об этом своему начальнику и рассказывать, что тебе хочется конкретно сейчас сделать и чем ты можешь быть полезен. Тогда у вас сто процентов получится какой-то вот классный профессиональный мэйч. Об этом вот почему-то стесняются говорить, мучаются, потом выгорают люди, увольняются. Мне кажется, еще не всегда понимают, что хотят. Может быть, может быть. Вот для этого он психолог, кстати. Для этого, да, либо психолог, либо бизнес-коуч, либо просто человек, который может… Ну, или хотя бы сядьте просто. У меня есть вот абсолютно простое упражнение, которое я давала несколько раз. Сядьте с листком бумаги, напишите те дела, которые вы делаете, задачи ежедневно, да, по вашей работе, и те дела, которые вы хотели бы делать. Насколько они совпадают, да, у вас? Что можно изменить для того, чтобы они полностью совпали? Поговорите как с своим начальством. Часто бывает того, что человек стесняется, молчит, начальник думает, что он плохой профессионал, он увольняет, а он добивается высот в другом деле, хотя вместе они бы еще круче могли бы что-то сделать. Вот. Это опять про то, что нужно уметь позиционировать себя. Есть такая проблема – страх. Страх позиционировать себя раз, есть страх о чем-то говорить. Вот как от него избавиться? Мне кажется, для того, чтобы еще публиковать что-то в пространстве, разговаривать с начальником, нужно быть достаточно уверенным в себе и не бояться. Вот как к этому прийти? Я не очень хочу верить в теорию поколений, но я немножко вижу разницу. У меня много ребят уже таких джен-зет, поколение зет, и я вижу, что они себя в профессиональном смысле ведут совсем по-другому, не так, как мы. Абсолютно точно. У меня с моими сверстниками, мне 27-28 будет на следующей неделе. С наступающим. Спасибо. Одна и та же проблема, у нас у всех повальный синдром самозванца. Сто процентов вообще. Какой-то диван мэтча просто сезоносели и отлетели. Я так и думаю, приду, будем спорить, будет вообще драка, аргументы. Все, расходимся, ничего не известно, восстанем следующих спикеров. Будем просто плакать, в позе эмбриона скоро ближать. Нет, пожалуйста, уже не радостный эфир. Друзья, дальше будет лучше, а мы продолжаем. Синдром самозванца, прям очень распространенная история. Я всегда стесняюсь даже в резюме у себя на лендинге что-то про себя написать. Думаю, ну вот здесь, я же не полностью сама делаю проект в команде, могу ли я себе это приписать. А те ребята, которые с поколения Z, я всегда себе очень стеснялась поднять зарплату, например, попросить больше денег, попросить меньше работы. Консультации за донаты. Та же история. Разучили мой сайт вообще. Вот. Ребята помоложе, они такие все время мне, так, у меня сейчас лишнее время. Говорю, спасибо, что отстаиваешь личные границы. А сама думаю, блин, когда я так научусь? Тоже стараюсь у них учиться этому. Классно отстаивают личные границы, умеют повысить себе зарплату, умеют сказать, что вот это я делать не хочу, вот это хочу. Да, для меня это вообще было супер, не знаю, что, когда мне сказали, я это делать не хочу, я такого вообще никогда не слышала, я такого вообще никогда не произносила, что я что-то не хочу делать. Да, да. Или я не хочу работать в выходные. Что? Выходные бывают? Ну, подождите. Но это неправильно, конечно, это наша проблема нашего поколения, не знаю, почему она у нас случилась, вот этот синдром самозванца, но она действительно у всех почти, все страдают. Поэтому у вас, у вас такого нет, берите быка за рога. Нет, а как найти вот грань, а вдруг это наглость? Вот я скажу, приду к своему работателю, я хочу получать больше. На каждого наглеца найдет свой работодатель. Нет, ну все зависит от аргумента, понимаешь? Вот если ты говоришь, смотрите, была задача сделать это мероприятие, я нашел 5 инфопартнеров, я нашел генерального спонсора, я нашел то-то-то-то-то-то-то, вот отчет, вот, не знаю, отзывы, вот то-то-то-то-то-то. Понятно, что это заслуживает, допустим, премии, там, не знаю, дополнительных выходных, повышение зарплаты, что-то еще. Но если ты просто сидишь вот так вот в офисе и так, по-моему, год прошел, пора просить повышение, то… Ориентируйся не на время, проведенное в работе, а на результаты исключительно. Да, только качество работы, насколько она хорошо сделана. У меня, я просто по долгу службы очень много работаю с творческими людьми, графическими дизайнерами, видеомейкерами и так далее. И я в свое такое уникальное преимущество тоже вывела формулу, что я умею переводить с клиентского языка на творческий и обратно. То есть, ну да, дизайнеры и клиенты не всегда друг друга понимают, практически никогда. И у меня есть там ряд ребят, которые суперталантливые, суперклассные. Иногда у нас коммуникация не очень выстраивается, ну то есть иногда это сложно. И я просто тогда поднимаю флаг и говорю так, вот здесь вот ты уже пересекаешь мои личные границы. Поэтому коммуникация очень важный навык, очень важно вот эту даже там профессиональную наглость как-то упаковать в ту форму, когда это твое преимущество, когда ты четко понимаешь, что ты хочешь, что ты умеешь, что ты должен делать. И это вопрос амбиций иногда, а не всегда наглость. Поэтому просто старайтесь быть вежливыми друг с другом. Ну это вопрос формулировки. Ты можешь написать, я не хочу это делать, пошли вы все, да? А можешь написать, я могу это там, допустим, сделать в понедельник, потому что сейчас у меня выходной, и я, к сожалению, не могу этим заниматься. Или вместо этой задачи я могу сделать эффективнее это, 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 перечислили. Ну это если вы договорились так, а если вы договорились, что ты будешь делать эту задачу, а ты такой, я могу сделать вам все, что угодно, но только нет, это немного странно будет. Да, там приходишь починить, не знаю, ключи, ключи новые сделать, ботинки не хотите, ключи мы не умеем делать, вот ботинки, вот, пожалуйста, возьмите. Ну как-нибудь странно немного. Окей, мы говорили еще про личный бренд, про бренд компаний, насколько эти вещи взаимосвязаны и насколько нормально формировать бренд компаний через личный бренд. Я тут сразу Артемия Лебедева просто хочу вспомнить, как он, по-моему, Дудя говорил, что я не понимаю, почему все компании не называются фамилиями, там, Лебедев, Тиньков, Баю Александров и так далее, это же было бы очень просто, и все бы сразу, ну, как бы, мы ловили вот то, что этот человек, он делает вот это вот. Это для меня, это вообще моя самая любимая тема. Понеслась. Да, когда я после последней работы вышла «Свободное плавание», я сделала бренд, то есть мы там сделали такую небольшую студию моушн-дизайна и назвала его именем, все дела, потом через полгода поняла, что никто, ну, во-первых, произнести не понимает, как, ничего, и все идут на меня, на Сашу Максютову, потому что знают Сашу Максютову. Все, я все переназвала, у меня теперь там Максютова.ком и все прочее. И здесь, мне кажется, на самом деле очень глубокий культурный вопрос коллективного общества, и коллективистского, и индивидуалистского. Если мы возьмем, в пример, там, не знаю, ряд американских компаний. Ford, он по фамилии, он ассоциируется, там, Тесла ассоциируется с Илоном Маском. Apple все еще ассоциируется со Стивом Джобсом. Все эти компании, они, ну, практически выстроены через личный бренд. Идеолог компании может умереть, может все, что угодно случится, бренд остается такой религией. Бренд дальше живет, но живет там от истоков вот этого человека, который что-то придумал, изобрел и так далее. Ну, тут, кстати, вопрос сразу, чтобы нам как-то разнообразить, потому что мы тут все любим друг друга. Да-да-да. Понеслась, так? Вот это же всегда происходит сравнение. Вот, допустим, умер Джобс, и мы все теперь, ну, Apple уже не тот. Вот раньше было круто, а сейчас уже не так круто. Вот. Есть же вот это постоянное сравнение с тем, что был родоначальник всего этого, он, к сожалению, уже не с нами, и все посыпалось, скажем так. Есть такое? 15 минут назад все умрут. Но мне кажется, еще в русском менталитете есть такая привычка сравнивать, а вот раньше это было вот так вот, а сейчас иначе. Да-да. Я бы, на самом деле, здесь ссылалась на такие культурологические особенности, потому что, вот, например, тоже по тому же Баю Александров, мы… Я сейчас думала, не буду говорить, не буду говорить. Да. Мы пока не можем, да, оценить ситуацию. Ну, потому что очень мало времени прошло. Конечно, конечно. Вот дальше мы посмотрим. Или там, когда Артемий Лебедев умрет. Спасибо всем за этот эфир. Очень доброжелательные гости. Всем хорошего дня. Я там шучу. Давайте. Ну, в целом, мы просто привыкли по-другому. Мы привыкли аббревиатурами все называть, какими-то там вот этими сложносочиненными историями, там, Мос, Хос, Свет, Маш, Торг, там, какой-нибудь. Вот. Поэтому мы немножко из другого теста слепленные. Нам сложно, опять же, у всех срабатывать синдром самозванца. И, кроме того, у нас очень мало, у нас бизнесы все частные появились, там, в 90-е годы. Они существуют очень короткое количество времени. Европейские многие бренды существуют, там, по 100 лет, по 200 лет. Поэтому мы еще очень маленькие, очень молодые в этом смысле. Но я всем тоже советую, какая бы ни была ваша фамилия, называйте все ей. Ну, тут еще момент. Вы можете не называть, конечно, свою фамилию. Но нужно сделать так, чтобы люди знали, кто человек, который стоит в верхах, скажем, и всем этим регулирует. Потому что всегда людям приятнее видеть живого человека, знать его историю, следить за ним. И вот это ощущение, что я могу написать, там, не знаю, кому-то. То есть есть там банк Тинькофф, допустим, да? Есть же люди, которые, чтобы решить проблему, писали Тинькоффу. Ну, понимаете, да, что так просто почему-то срабатывает у людей. А есть точка, и ты такой, блин, я не знаю, кому там написать, да? Ну, то есть для меня это просто банк без какого-то имени. Вот связь с человеком, она всегда для людей ближе и сильнее, да, гораздо, чем просто какой-то нейминг. Но, опять же, не обязательно называть свое дело своей фамилией, именем. Просто вот этот вот евангелист, как это сейчас модно называть, да, амбассадор, он все равно огромное, конечно, влияние имеет в этой всей истории. Коммуникация такая human to human уже выстраивается. Да, да. Окей. У нас остается буквально 15 минут. Я предлагаю поиграть Дудя. Я буду задавать вопросы. Блиц. Хоть где-то. Да, ура! Нужна быть отбивка, но не будет. Вот. Быстрые вопросы, можно не быстрые ответы. Саш и Крисину обеим вопрос. Так, Инстаграм или ВК? Инстаграм. Инстаграм. Инстаграм или ТикТок? ТикТок. Инстаграм. ТикТок или Твиттер? ТикТок. ТикТок. Окей, все, принято. Самое худшее, что можно делать при введении личного аккаунта? Не вести его. Да, реально. Либо делать одну публикацию в месяц, либо написать в био, заработал свой первый миллион в 21 год. За три дня. Вот это вообще не пишите. Тебе завина становится, да? Да. Да? Окей. Если вы могли бы выпустить в жизни только один гайд, о чем он был бы? По барам я бы сделала. А я бы... Как писать нормальные сопроводительные письма? Потому что это моя боль, я уже не могу это читать, честно. Почему? В чем проблема? Ну, проблема в том, что, наверное, людей этому нигде не учат. Они не знают, как это делать. И они просто... Хотя вроде бы уже информации просто куча. То есть я помню, когда я закончила универ, я открыла ECH и начала писать эти письма. Я гуглила, как написать сопроводительное письмо, как составить резюме. И там были какие-то достаточно обычные вот эти вот тезисы, которые надо вкладывать. Но сейчас просто инсайт на инсайте, как говорится. Ну, то есть куча примеров отличных резюме. И почему-то все равно люди не хотят так делать. А еще они читают вакансию. И, ну, то есть... Какая-то травма. Прости, пожалуйста. Вот я открою секрет. Все самое важное именно в вакансии. То есть если люди, не знаю, пишут, что они ищут стрессоустойчивого человека, не надо писать, что вы интроверт. Ну, это как бы странно немножко, правда. Как связана стрессоустойчивость с тем, что человек интроверт? Ну, вот я про это и говорю. А, я поняла. Что пишут абсолютно... Тебя спрашивают, просят написать про кислое, а ты пишешь про красное. И ты еще просишь, в вакансии пишешь. Тема письма такая. Да, да, да. Здрасте. И правильно понимаешь, что под каждую вакансию нужно писать свое резюме? Конечно, абсолютно. Даже под каждую вакансию в одном проекте, допустим, если ты хочешь так сделать. Но я такого не встречала. Насколько... Вот такой вопрос. Сейчас мы вернемся к моим вопросам. Я доиграю в Дудя. Насколько... Сейчас. Насколько влияет личный бренд на то, как тебе будет легко найти работу? То есть вот если тебя узнаваем, у тебя есть какая-то репутация, насколько это важно, и насколько проще найти работу, или можно по вот этим письмам, вакансиям это сделать? То есть я ноонейм, и я отправляю свое резюме, и все. Смотря какая работа. Опять же, смотря какая работа. Если ты идешь в Яндекс на позицию джуниор-менеджера, там, в принципе, на личный бренд всем как бы все равно. Вот. Ну то есть, да, им будет приятно, если ты какой-то классный человек, и они тебя возьмут поэтому на работу, но они... Им все равно в этом плане. А если ты топ, то без личного бренда ты ничего, никуда тебя не возьмут. Кому ты нужен? Да. Если, ну, допустим, у тебя нет никакого личного бренда, тебя не позовут спикером на какое-то классное большое мероприятие. Как сегодня, например. Да. Вот. У меня... Московский городской. 2000 подписчиков. Здравствуйте. У меня 2036. У меня 2500, да, 2500, вот так. Ну вот так вот мы и измерились цифрами, как говорится, а сколько подписчиков у вас в Инстаграме? Если у вас будет подписчиков больше, чем у этих прекрасных экспертов, с меня лимонад. Вот. Ура! Продолжаем опросы. Лучший эксперт в теме личного бренда на данный момент это, по вашему мнению? В теме личного бренда? Да, по теме личного бренда, да. Я даже такого не знаю, честно говоря. Кто-то говорит про личный бренд. Вот есть. Есть, да. Но я не хочу называть. Ну, мне кажется, это так... Это вы конкуренты, да, судя по всему? Ну, нет. Просто в российском поле мне, честно говоря, нет такого, чтобы кто-то у меня запал. Просто, мне кажется, стоит посмотреть на тех людей, которые вас вдохновляют, просто какие-то личности, которые в другой сфере могут работать, но вдохновляют вас, посмотреть, как они себя ведут, как они себя позиционируют. И вот это будет лучшим примером, чем обращаться к специалисту. Согласна, согласна. Я просто не очень понимаю, что такой специалист по личному бренду, это, допустим, какой-то человек, который просто ведет соцсети и пишет о том, как сделать личный бренд, да? Ну да, но это же тоже разделяется, мне кажется, на каналы коммуникации очень сильно. Это звучит странно, в общем-то. По-хорошему, если ты очень сильно хочешь сделать личный бренд, ты должен пообщаться с мастером по речи, под ногаточку тоже. Видите, я не пообщалась с мастером по речи, поэтому заговариваюсь. Вот, там ораторская искусственная, какой-нибудь имиджмейкер из 90-х слова, стилист и так далее, так далее. То есть помимо каналов коммуникаций, в которых ты представлен, ты еще должен с кучей специалистов пообщаться по-хорошему. Слушайте, ну звучит как-то прям сложно. Прям хотелось каких-то... Но на самом деле это правда сложно. То есть все думают, что опа, и мне сделают все за 5 минут. Поэтому, когда ко мне, например, обращались несколько раз и спрашивали Кристина, может ли ты помочь продвинуть личный бренд, я всегда отказываюсь. Во-первых, потому что мне не хочется этим заниматься. Бесполезная как будто у нас конференция, ладно, шучу. Нет, нет, но это действительно так. Почему? Объясню. Во-первых, ты должен очень сильно верить и любить этого человека, чтобы его продвигать как личный бренд. Мне так кажется. Потому что, возможно, я такой человек и такой специалист, что если у меня нет любви к проекту, то, скорее всего, я не смогу выложиться на 110%. То есть я сделала хорошо свою работу, но как бы без энтузиазма. Во-вторых, люди, которые приходят и говорят, я хочу личный бренд, 99% не понимают, что это отдельная работа. То есть тебе нужно, не знаю, 4 часа в день, допустим, выделять на то, чтобы ввести свой аккаунт. писать тексты, делать фотографии, составлять какие-то подборки. Плюс там, не знаю, если, допустим, ты тревел-блогер, тебе надо еще постоянно куда-то ездить, чтобы писать этот контент. Ах, какая система! Ну, то есть это действительно работа. Это не то, что ты потратил на это 15 минут в день, и все. Поэтому очень как бы лень делать людям это хорошо. Ну, я в основном общаюсь с теми, кто ведет, ну, то есть старается заниматься личным брендом и параллельно специалист в чем-то. То есть это не просто. Я решила лайфстайл тут показывать, хотя такие тоже бывают. Если после первой консультации, когда мы обозначаем какой-то план, человек мне говорит, что ой, что-то очень много всего. Я говорю, попытаюсь 15 минут в день этим позаниматься в течение месяца и пойми, нравится тебе или нет. А потом уже станет ясно, готов ли ты к таким большим вложениям всех возможных ресурсов или нет. Ну, на самом деле, мне кажется, что самый выгодный вариант это взять консультацию какого-то хорошего специалиста, там, маркетолога, пиарщика и так далее, поговорить с ним, вот прям час, задать ему все вопросы, чтобы он подробно рассказал, как это все работает и так далее, и решить уже, нужно ли тебе это, вот как говорит как раз Саша, и уже двигаться. Но не брать человека, который тебе под ключ будет делать личный бренд, потому что я не видела, честно, может быть, я не все знаю, но я не видела хороших примеров. Есть агентства, которые специализируются прямо на этом, но вот как они копирайтинг пишут для этого человека другими, силами других людей, я не понимаю, мне кажется, это не очень качественно, честно говоря. Вот да, это просто как-то сомнительно, потом этого человека приглашают куда-то, а все эти тексты были написаны другими людьми, это как-то немного... Не честно. Не честно, да. Ну, недолгосрочная эта история. Деньги заканчиваются когда-то, вот агентство тебя ведет, 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 и плачешь много-много денег, потому что это агентство крупное какое-то. Ну, нет, некоторые истории довольно долго работают, просто есть такие разведенные бренды оффлайн и онлайн, то есть есть спичрайтеры специальные, есть люди, которые ведут соцсети, ну, я не очень верю в эту штучку. Мне кажется, кстати, вот, например, для модели это очень классно, потому что она в основном работает лицом, как бы это сейчас, ну, это может быть грубо звучит, но это правда, это правда, да? Ее снимают много там фотографий, а тексты ей уже, может быть, помогают писать. Представляешь, допустим, мы работаем головой в основном, пишем сами тексты, а фотографируется за нас другой человек. Ну и супер, я бы хотела. Идеальный был бы Инстаграм просто. Ладно. Ну, Петя Филанов вчера рассказывал про девушку, забыла, как ее зовут, из ресторана ЩИ, который вот… Да, 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 да. Ну, вот мы говорили про синдром самозванца, мне кажется, есть еще такая проблема, это перфекционизм. Мы сейчас обозначили огромный пул задач, который необходимо выполнять для того, чтобы развить личный бренд, и стало немного страшно. Может быть, зафиксируем какие-то поинты, вот что можно делать, какие-то конкретные шаги для того, чтобы приблизиться к развитию личного бренда и в дальнейшем выстраивать его еще эффективнее. Просто с чего начать? Я считаю, что ничего не нужно делать через сильную боль, и надо от всего получать удовольствие. Это самое важное. И перфекционизм в этом смысле очень сильно мешает. Это классная черта, но в каких-то там конкретных задачах, возможно. Если у вас синдром самозванца и перфекционизм, вы никогда не будете довольны ничем. Поэтому, да, то же самое. Здравствуйте. Просто нужно свыкнуться с мыслью… Кто подбирал их? Кто их подбирал? По каким критериям? Нужно свыкнуться с мыслью, что не будет класс на 100%, вы не будете на 100% довольны. Поэтому сделайте хотя бы на 80%. Сегодня нет на 80%, сделайте хотя бы на 20%. Ну, хотя бы что-то сделайте. Вот. А по поводу шагов, узнайте, кто вы, узнайте, зачем вы это хотите. Это самое важное. Посмотрите рынок, выделите свои преимущества, эмоциональные и рациональные. Пройдите тест на архетип бренда. Вот это мои основные поинты. И дальше думайте, заниматься вам этим или нет. Но я считаю, что всем надо заниматься, потому что у всех у нас есть личный бренд, но так иначе. А я считаю, что не всем надо заниматься. Ну, представьте тогда, что было бы с Инстаграмом, если бы все начали заниматься личным брендом. Что про Инстаграм? Ну, допустим, да. Для меня это, кажется, ужас. Я сразу, мне кажется, удалюсь, потому что я не вынесу это. И мне сейчас очень нравится. Но я транслирую это уже три года. Это тренд про новую искренность. Тогда еще три года назад все удивлялись, что такое может быть, что мы будем выкладывать необработанные фотки без этих рамок и вот этого всего прочего, без фейстюна и так далее. Но мне очень нравится следить за личностью. И я недавно делала список людей, которым мне нравится, вот их Инстаграм. То есть они не обязательно основатели чего-то там и так далее. Они просто люди. И вот почему мне нравится за ними следить. Я просто для себя это как-то зафиксировала. Мне было интересно. И у каждого своя фишка. Кто-то классные тексты пишет. У кого-то очень красивые фотографии. У кого-то классный в сториз какой-то контент, который мне приятно смотреть ежедневно. Такое тоже бывает. И это очень важно. Тоже зафиксировать, что вам нравится. Как вы видите себя, например, в Инстаграме или в социальных сетях. Как вы хотите это видеть. Сколько вам нужно будет сделать усилий, чтобы прийти к этому. И после этого готовы ли вы вообще это все делать. Потому что это непростая работа. Я никого не отговариваю, но это действительно занимает достаточно много времени. Правда. Я всегда просто выбирала из двух зол работа в проекте. Когда у меня стоял выбор развивать личный бренд или работать в проекте, я выбирала работу в проекте. Всегда. Потому что мне казалось, что это более взрослое, это более интересно и так далее и тому подобное. Сейчас я, наверное, по другому пути иду. И мне интересно больше в личный бренд уйти. Советы простые. Тоже, опять же, добавлюсь к предыдущему комментарию, что вы обязательно должны себе прописать и зафиксировать, зачем вам это, какая миссия, какие цели, какие задачи. Это обязательно. Без этого вообще просто нельзя. Опять же, проанализировать конкурентов. Если конкурентов там нет, вы какой-то лайфстайл-блогер, то проанализируйте людей, которые вам нравятся, которые у вас общие ценности с ними. Что вы можете... И главное, попробуйте себя в разных форматах, посмотрите, что вы делаете лучше всего. Потому что вот эта вот вся буря, я хочу зайти в Инстаграм и стать десятитысячником, она не рабочая. Во-первых, сейчас очень сложно стать действительно популярным в Инстаграме, потому что все поменялось. И, например, можно было, когда появился только Клабхаус, там очень просто можно было стать... Вот что мы не обсудили. Там очень просто можно было стать человеком с подписчиками. Я участвовала в одной комнате, меня пригласили. Ко мне добавилось 600 человек за 15 минут. Я такая... Так, стоп, ну может, ну нафиг этот Инстаграм? То есть у меня прям была секунда сомнений, что... Так же и быстро пропала. И ты либо должен как-то конвертировать этих людей, завлечь их в Инстаграм, или там, не знаю, ВКонтакте, Фейсбук или так далее. Может быть, у вас нет визуального контента, вам тяжело фотографироваться, вы не любите фотографироваться, пишите в Фейсбук. Так не надо, да. Да, пишите в Фейсбук, пишите в Телеграм. Не обязательно вот это грезить пойти в Инстаграм. Ищите соцсеть, которая для вас более актуальна и полезна. Делайте подкасты, в конце концов. Да, делайте подкасты. Московский волонтерский центр МГПУ делает подкасты. Все смотрим. Ура. Друзья, ну что, у нас заканчивается время. Хотелось бы обратиться ко всем нашим телезрителям. Спасибо, Саша Кристина, за такой открытый, честный разговор. Я вначале много переживала, а в итоге получилось тепло, честно, и для себя открыло много, как модно говорить, инсайтов. Вот давайте быть собой, давайте быть осознанными, развивать личный бренд, а если он нам не нужен, то не развивать. И самое главное — искать себя и совершать ошибки. Наверное, пока мы студенты, и мы можем это делать. Совершайте ошибки, совершайте обязательно, потому что я вот, например, себя оберегала все время от каких-то фокапов, а сейчас думаю, что надо было их побольше создать. А я совершала очень много ошибок и очень довольна. Да, это круто. Вот не надо себя оберегать вот в этом коконе быть и бояться. Лучше сейчас облажаться, чем потом. Главные тезисы. Мы все когда-то умрем, лажаем сейчас, совершаем ошибки. Прежде чем заниматься темой личного бренда, нужно прописать свою стратегию. Все, всем хорошего дня, продолжаем смотреть конференцию. Пока. Спасибо. Пока.